вот ну на прошлых занятиях мы уже изучили лист интерфейс его реализации линк от листы и рейлист которые представляет нам возможность перечислять элементы вместе с дубликатами на то есть сюда можно добавлять два одинаковых элементов aslan и еще раз aslan и давайте мы запустим наш код посмотрим что она вернет и вот он нам вернул aslan еще раз идет aslan два раза одно и то же имя встречается это с поддержкой дубликатов если мы не хотим писать дубликаты то мы просто пишем сет и происходит у нас набор смотрите сет это тоже интерфейс он реализован на виде и вот интерфейса это интерфейс расширять collection и особенность этого интерфейса что в своих реализациях он как бы удаляет сразу дубликаты то есть нету там дубликатов так давайте вот лист оставим например у нас есть лист вот с такими вот именами вот начиная вот с этой строчки вдали все не нужно это для демонстрации было да вот у нас есть лист мы добавляем вот столько то вот элементов в наш массив names и теперь хотим это все превратить в лист когда мы создаем лист а мы пишем интерфейс сет то есть и указываем параметр какой там тип данных может быть стрим например и давайте сетов names учиться набор имен с это нос английского так и приводится как набор а вот мы объявили вот таким образом пока просто инстанцию и интерфейса сет и смотрим какие там есть реализацию этого интерфейса нажимаем new и видим вот вот это интерфейс сет если мы сейчас нажмем интерфейс он на предложит сразу реализовать его методы такие же методы как и в листе были сайс и замки пустой лет пустой ли этот список или нет набор нас это набор одни список лист это перечисление а вот с этот опустой превращает массив вот важные методы добавить удалить что-то и также вот и должно быть и изменить тайну изменить нету поскольку он не по индексу просто набор данных содержит себе этот если мы прям с этот интерфейс прям пропишем вот так ну тоже готовые реализации должны быть этого интерфейса поэтому просто вводим и вытаскиваем ну самая первая готовая реализация это хэш сет то есть мы можем сами сами какой-то кастом сет написать класс но зачем если он же есть велосипед изобретать не надо поэтому вот есть хэш сет есть сорта цвет это интерфейс сорта цвета его который реализуется от на обычно 30 линкад есть хэш сет знаете да чем отличается линкад хэш по логике такой же вот 30 здесь сразу упорядоченный он идет ну давайте начнем с хэш сета потом дойдем до линкад хэш сета вот у нас получили мы хэш сет это класс который по умолчанию прописан в библиотеке котлина если мы посмотрим как он прописан вот мы видим он расширяет абстракт сет реализует сет вот он реализует вот этот интерфейс поэтому здесь можно указать название интерфейса можем просто написать в принципе и сам класс хэш сет ну когда принято с поддержкой полиморфизм это все делать вот указываем интерфейс и можно указать уже класс который реализует вот этот интерфейс получили объекта сета of times и давайте вот сюда теперь занесем наш вот этот вот names лист его переименую shift f6 чтобы показать что это лист на им с лист и листов на имсно как-то так можно назвать теперь беру вот это место флисты перевожу вот сюда в сет просто скатив его ту сет так это не котлы здесь нет такого метода значит давайте использовать его методы это то есть вот мы видим у него есть метод добавить одну строку и добавить там целую коллекцию строк а то есть мы можем добавить одну строчку написать первое имя которое нам придет в голову давайте елена вот так будет теперь теперь мы еще вызовем это пол и сразу целый массив вот этот попытаемся сюда отправить и все нам позволить да он нам позволяет эти теперь распечатаем что у нас получилось вызываю сайт сайта of names давайте напишу еще и строчку чтобы было понятно set так и сцепка конкатенация в код линии строковые шаблоны в джаве вот такое такой символ конкатенации сцепки и запускаю этот код вот у нас получилось вот такое set of names смотрите дубликаты он удалил то есть он использовал хелен то что мы добавили да здесь он его отобразил хелен есть и также добавил из вот этого листа все элементы аслан аслан два раза то есть смотрите когда мы распечатываем лист давайте здесь напишем что это лист of names чтобы почувствовали разницу из сцепка запускаю этот код еще раз и получаем вот такой вот результат листов names смотрите два раза аслан аслан а здесь он только один раз встречается вот и вот такой вот хэш сет то есть он по хэш адресом как-то вот как-то сортировал и вот вывел вот в таком вот виде ну видим не по алфавитам до порядка он отсортировал их эй вот и так далее ну давайте теперь еще создадим одну реализацию этого сет интерфейса он тоже будет набор из строк это же имена и мы теперь создадим сорт это set of names то есть отсортированный какой-то набор сорта цвет of names а он будет содержать себе new и сорта цвет этого им название интерфейса сорта цветы семена пишем так нет не надо не надо не надо вот этот интерфейс вот он расширяет интерфейс сет ну еще добавляет вот всякие от компаратор и так далее чтобы он его легче было сортировать вот можем вот здесь вот все эти методы переписать вручную а можем использовать просто класс который называется три свет который уже реализует эти все интерфейсы а компаратор можем вот здесь указать чтоб как именно он отсортировал ну по умолчанию компаратор работает так что он по алфавиту понимает помните дам когда компраивил изучали ставили два две буквы а и букву z и он понимал что буква а на 25 позиции выше чем буква z вот давайте теперь вот сюда мы присвоим значение вот вот этого множество тут так посмотрим что из этого выйдет напечатаю его на консоль результат это уже сорта цвет of names и сюда пропишу я вот сорта вот этот вот вот этот инстанцию от этого интерфейса так смотрите что мы получили вот но никак никак не отсортировал да как мы хотели то есть повторить на порядке значит у него так присваиваем а давайте методом это а просто добавить все и вот сюда отправим set of names что внутренним методом это он добавился элементы и дать еще раз за перезапустим посмотрим так он будет отсортировать его по умолчанию то есть как только элементы заносится он сразу начинает отсортировать все он отсортировал смотрите по алфавиту первые а до буква мое имя всегда стоит первым потому что но потому что на мою имя и потому что она в алфавите первые всем буква b затем хеллен затем джон и затем владимир то есть вот смотрите вот мы вот так вот отсортировали было вот вот такой набор имен да у нас был когда мы просто поставили сет он удалил дубликаты раньше было два аслана а вот мы удалили дубликаты теперь только один аслан но они были в разброс теперь когда мы использовали не хэш сет а 3 сет и добавляли вот этот элемент и он уже автоматически сортировал если мы добавляем сюда например сорта цветов names так давайте не не просто как он все добавил а что сначала он добавил какой-то элемент который должен быть в конце сорта цвет добавляем элемент и чтобы вот он начинался с последней буквы алфавита да ну пускай будет зак нет такой меч это пришло в голову смотрите ясное дело что он мы его вставим в первую позицию но ясное дело что это имя нас на последнюю букву алфавита я но должен быть она должна быть я в конце и вот просто как вы сначала добавили вот вот это имя потом добавляем все имена вот вот из предыдущих наборов и вот посмотрим теперь как он как он это все в себе суммирует и как он перебросит вот это имя в самый конец поскольку она как бы на последнюю букву ночью да вот он сделал справился с этой задачей сортировки вот он и мясо от буквы эй до 7 эй бисиди и да и в чьи и вот так идет по алфавиту вот он он сортирует то есть компаратор сработал который там уже по умолчанию есть если там компараторы не срабатывает вы видите то можете вот здесь добавить от себя компаратор то есть как создавать компараторы как это делать я вам уже показывал можете посмотреть предыдущий урок либо из гитхаба достать код разобраться и вот сюда отправить компаратор который вот вы хотите и чтобы был создан именно под ваши объекты да это наверно это базовый стринка если вы какие-то объекты дастюнет например хотите чтобы он по эйчу по возрасту сортировал сразу же вот здесь три сети можете готовы комператор отправить вот сюда вот ну в принципе вот это и все что касается джава до языка давайте здесь поменяем shift f6 это будет сет дыма и котлин код тоже поменяем здесь не лист а сет так захожу в этот код здесь мы видим здесь металл листов это делаем теперь смело можем удалить а и он еще не показал как из листа перевозите в сайт сразу так у нас есть металл листов то что ему не понравилось наверно как мы его переименовали так давайте этот код тогда что вырежу а там с кодом ошибка у нас есть names так металл листов этим создадим час свой свою переменную вам names это будет лист поэтому ставлю равно и металл не допускает такие вещи тогда расширение котлина удалю просто создан потен файл по новой сет дыма назову его это будет файли котлин здесь создали точку входа и теперь создаем массив там у нас будет и в виде листа металл листов и просто перечисляем здесь значение которые были вот давайте здесь запустим и которые вот здесь были все значения мы занесем в котлин класс через запятую так вот мы видим нас целый вот такой вот список имен не ставил таки вот кавычки для каждого готова это у нас лист и он допускает дубликаты то есть давайте поставим еще ослан и еще раз ослана так же захотел все три элемента недавно мы видим они до нее как бы дублируют друг друга а если мы вот в таком виде распечатаем с out names с дсс плюрал форус но сингл запускаю вот мы видим вот вместе с дубликатами он скачал теперь я хочу создать сет то есть называю set of names и смотрите просто перечисляю вот этот names ставлю точку и превращая его to set вот я хочу превратить его сет смотрите какие стерилизации хэш сет металл свет и сорта цвет то есть как работать сорта цвет вы знаете да здесь можно интерфейсом прописывать сорта цвета там в джаве было 30 до объекта класса 30 который реализует интерфейс сорта цвет хэш сет тоже базовый хэш сет просто для просто простого использования сайт интерфейса можно при себе так просто тусет сделать просто по интерфейсу и теперь давайте напечатаем то что вот в этом с этих хранится запускаю еще раз вот мы вот это лист смотрите дубликат 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 три раза дублируется имя aslan а с этим он уже автоматически удалил все дубликаты здесь идут только уникальные имена вот таким способом можно создавать сет а также сет можно создавать и способом вот таким я вам сейчас покажу просто сайт например и вот здесь я просто берем создаем металл как металл из было теперь металл сет вот нужно просто свет вызывать а то есть сайт и перечислять набор вот через от чего мы будем создавать вот таким вот образом можно набор занесли сайты теперь вот этот цветов на им ставите напечатать результат мы получим такой же он возьмет вот эти все строчки удалит дубликаты сайт он здесь только уникальных значениях хранятся они без дубликатов идут и вернул вот то что он должен был сделать но отличие вот этот металл сэта здесь мы не можем сюда добавить ничего нельзя так добавлять элементы поэтому чтобы можно было как-то изменять его уже поняли то чем отличается металл от имит и был вот и металл сэта вот и вот он и теперь изменяется вот здесь вот сэта нэмс теперь осмотрите . мы можем добавить еще какой-то элемент на напишет какой-то вот такой элемент северус все там теперь добавился еще один элемент причем он добавлять не в конец а где-то вот где буква с расположена по алфавиту он будет и подображать а нет у него в конец оставил ну да потому что просто сет он удаляет дубликаты но по умолчанию он не сортирует то есть его еще на превратить в сорт это сет вот теперь он да мы еще и превратили в сорта c можем от себя еще добавить сюда компаратор по алфавиту если он не отформатирует я надеюсь у нас форматирует по алфавиту да вот он отформатировал оставил отправился вирусов посередине после буквы j до буквы в и буквы z давайте теперь этот сорта c это мы отдельно вот он просто будем выносить создавать вот так сортит сайт of names а смотрите метод его сорт от сетов вот так или еще и 7 это был добавить нет это был сайтов какой-то набор здесь будет так ну что было сортит короче берем простой сайт вот где именно в разброс и просто прикладываем чтобы он из него вернул сорта c все теперь это если распечатать вот этот сайта получим отформатированный набор как мы получали вот здесь сразу прикладывали только здесь мы в отдельную переменную считали и он посмотрите он возвращает результат сорт от сета сорта c и string вот он здесь сорт от сета возвращает так отлично также можно отметить что особенностью котлина является перегрузка операторов как си плюс плюс и да то есть и плюс плюс и можно было открытую скобку и закрытую скобку ключевыми словами беги нет и писать как паскали вот здесь тоже самое то есть вот этот оператор это может вот этот оператор можно перезагонии заменить это и наоборот посмотрим если запустим должен вернуть те же результаты да он возвращает то же самое то есть вместо это можно вот можете запомнить что вот используется вот такой вот оператор а плюсик равно ну не знаю я конечно не сторонник такого подхода а мне больше нравится вот старый добрый это показываю что добавить я я джава разработчик те кто от android разработку начали изучать котлин а вот они любят вот вот такие вот вещи так давайте допишем еще пояснения так это все обернем строку и тут будет лист имен и вставляем вот этот лист имен здесь и будет уже с этими он цветов на юс можете поставить так значок доллара и закрыть строчку а можно как джаве оператором конкатенации до сцепкой а здесь отсортированный сетов names сорта цветов не ставим сюда сортировать теперь с пояснениями как бы более понятней становится наш код именно которого 2 выводится на консоли вот здесь вот то что это мы видим что это лестница был листом мы создали это металл сет а это еще и металл сету приложили метод сорта цедачи отсортировали вот ну по множествам что еще можно добавить когда мы изучали хэш линк это листов был рейлист и еще линк от листов хэша мы тоже там открыли помимо 3 сета еще было расширение то это линк от хэш сет то есть ну то же самое если вот у нас очень много наборов мы хотим добавить какой-то набор можем использовать линк это по принципу тоже чем чем отличается линк от лиза 3 листа линк от листа каждый элемент содержит ссылку на предыдущий и следующий элемент тут тоже логика и можно также вот создать линк это это будет тоже расширение сет реализация точнее реализация не расширения реализация сет интерфейса назовем его линк от сет и вот он new линк от хэш сет и у линк от хэш сет вот таким вот образом за несть можно занести сюда те же элементы что и с помощью вот этого метода это пол вот который вот отсортирована вот здесь он красивый отсортированный порядок будет содержать себе и вот можно распечатать его вот здесь вот линк от сетов names ставить двоеточие здесь нельзя на стрелец тренировый шаблон значком доллара сделать как в отлине здесь надо вот оператором сцепки вот это оператор конкатенации который связывает две строки друг с другом запустим можно либо метод запускать либо класса пускай когда мы запускаем класс он ищет в этого класса если точка входа если нашел public static void main запускать public static void main ну и вот вот это уже линк от хэш сет то есть реализация чуть по-другому реализована но результат он выдал точно такой же когда у нас мало элементов производительность особо не они ощущаются вот эти плюсы и минусы скорости вот ну я вас поздравляю вы прошли и наборы и листы и массивы и ары и вот очень радуюсь за вас и увидимся в следующих уроках